Что я хотел сказать? Во-первых, я для себя определенный интересный момент. Я тоже использую слово ток-шоу уже как нарицательное. И в некоторых даже интервью это делаю сознательно, но вот начал ощущать, что это может выглядеть как вопрос ювенальной юстиции. Когда я говорю ток-шоу, а на самом деле непонятно, что я подразумеваю. Поэтому нам действительно стоит разбираться, что мы говорим, когда говорим нарицательное ток-шоу, и что мы имеем в виду, когда говорим профессиональное ток-шоу. То есть шоу с разговором, или разговорное шоу, разговорный формат телевизионного программа. Наверное, так это. Я не подрешил, наверное, про этот формат. Дальше. Есть ли место? Во-первых, это действительно выбор, постоянный выбор каждого из нас. Потому что я сам с какого-то определенного момента стал переборчивым. Я не могу пойти на ток-шоу, если ток-шоу, на которое не хочу ходить. Это может быть на них пойдет Отец Наберяль? А может и не пойдет. Да, нет, я к чему это говорю? Но я для себя определяю, что у нас могут быть разные состояния, в том числе внутренние, душевные, тот момент, когда меня приглашают. И разное видение нашего участия. И это для Церкви нормально. Мне скорее не близка, но мы все время это у нас в СМИ проводим эту позицию, запретительная форма. Скорее и осознанная. То есть это выбор каждого из нас. Идти в этот эфир или не идти. Потому что на самом деле, насколько я вам все четко сказал. Будьте готовы каждому дать ответ в собственном направлении, скротость и смирение. Вот это мы очень часто забываем. И тут вопрос, варианты нашего поведения на ток-шоу. То есть мы действительно должны понимать, куда мы попадаем. И мы это прекрасно услышали от Антона. И должны понимать формат. Должны понимать зрителя. Мы об этом тоже услышали. Но мы должны понимать, зачем мы туда идем. Если мы туда идем, потому что нам нравится мелькард на телевидении, то пора обед молчания, так сказать, на себя. Подвиг молчания принимать. Если мы идем туда для того, чтобы, не знаю, нас родители увидели где-то за несколько сот километров. Это тоже может быть. Но тогда надо выходить на абсолютно позитивном. Утренний эфир на ехере. Это замечательный вариант. Идешь на утренний эфир, вводишь в маню. А когда иногда попадаешь на ток-шоу, то маме лучше не звонить. Но мама все равно увидела. Понимаете? И это... А ты больше всего не хотел, чтобы это видела мама. Вот. Ну, потому что ток-шоу, она сидела и ждала, что ты будешь это говорить. А вокруг тебя полтора часа было грязи. А слова тебе дали там одну минуту. Но в этом смысле очень важный момент. Мой личный опыт участия в ток-шоу говорит мне против формата ток-шоу в плане, как бы... Нас каждый раз подходят и говорят, ну вы не стесняетесь, вы там перебиваете, вы будете активны. Вот не надо. Лучше дождаться, когда тебя спросят, когда тебе дадут слово, когда на тебя обратят внимание. Мы не должны выпрыгивать с места, желая что-то кому-то сказать. Мы священнослужители. От нас ждут определенной степенности, да, определенной традиционности. И в том числе и в поведении. И у меня был случай, когда я, так сказать, так не дождался, пока мне дадут слово. Переварил и, в общем-то, остался доволен. Хотя внутренне я потратил полтора часа только в сиденье в студии, да. Там час до того, потому что некоторые, так сказать, каналы приглашают как минимум за два часа, да. А потом ты не знаешь, что с тобой целый час делать, да. И... Но в результате, наверное... Ну... В этом тоже есть какой-то промысел. Слово мне не дадут. Ну и, слава Богу. Но я-то был в студии. И вот тут очень важный момент, о котором я еще хочу сказать. Вас снимает камера. Ваши эмоции на вашем лице вы должны контролировать. Потому что очень часто у нас на лице и в мимике написано не то, что мы говорим, а это должно быть то же самое. То есть наши мысли во время того, что и реакции даже внешне должны быть столь же чисты, как и наши слова, которые мы потом правильно и говорим. Потому что камера нас выхватывает. Когда мы начинаем на какой-то публикационный момент кривиться, кривляться или, так сказать, закатывать глаза под лоб. Это обязательно покажет режиссер. Потому что это интерес. Это какой-то экшен. Что-то меняется. И это понравится зрителю. Но это не понравится вам. Мы еле-еле научаемся во время прямых трансляций, чтобы на заднем плане проповедующего блаженнейшего не ходил никто, так сказать, не зевал никто. Не чесался никто и так далее, и тому подобное. Хотя тоже это как бы практически невозможно. Дальше. Очень важный момент для ток-шоу. Не заводиться. Вот это... Потому что сам формат требует... Он будет заводить. И даже если вы резко отвечаете, это должен быть не эмоциональный всплеск, а в общем-то где-то осознанная реакция. При этом, при этом, все, что я говорю, это такая вещь, которая не всегда работает. Иногда в линии, а? Это не касается отца в линии. Иногда ты... Надо попытаться в линии отца в линии быть. Иногда даже самые спокойные люди срываются. Иногда даже ты отказываешься тогда, когда под всем правилам ты должен был бы пойти. Мы ведись, скажем так, верующие люди. Мы понимаем, что кроме наших решений есть нечто большее. Да, и вот этот момент, но тоже прислушиваться к действию духа в вас, да, так сказать. Потому что не всегда все объясняется рационально или технологично. Но, как там, не всякому духу верите, да, и дух отжималяете, но тоже особо, так сказать, не прислушиваясь. Все-таки это технология вообще. И вы должны эту технологию понимать. Следующий момент, что я хотел бы сказать. Мое ощущение от некоторых ток-шоу, я об этом говорил на одном фестивале, но рад уж тем, а я повторюсь. Ты попадаешь в театр, в котором ты не понимаешь, где реальность, а где заготовка. Ты попадаешь в театр, где ты не видишь, где реальный герой, а где, ну, скажем так, подсадная утка. Или правильно, как я потом понял, проинструктированный человек. Ведь, на самом деле, чтобы человека в кадр вывести, редакция ток-шоу проделывает огромнейшую работу. Потому что человеку надо вообще побольше сформулировать, а что он вообще хотел сказать. А что он думал. А что он, как бы, вот какая его позиция. Но бывает еще другое. Когда этот сформулированный, наученный, отрепетированный, всячески, так сказать, проинструктированный персонаж ток-шоу попадает в кадр, он обо всем сразу забывает, что ему рассказывали. И он становится тем, как он есть в своем, так сказать, селе, маленьком городе или на соседней с нами улице в Киеве, да. Это человек с неструктурированным сознанием вообще. С непродуманными смыслами, который никогда в жизни не говорил на аудиторию. Который, ну, последний раз, как бы, отвечал на вопросы в школе. И то неудачно, понимаете. И это тоже реальность. Вот тут, вот это вот ощущение сначала театра, которое у меня было сюда при просмотре ток-шоу, сменилось ощущением театра абсурда. Но теперь это ощущение, вот вслед за Антоном, меняется на ощущение жизни. Потому что может оказаться, что жизнь такова, как ее показывают в ток-шоу. Мы просто живем в параллельном мире, маленьком, малой остатке. То есть мы, естественно, не боимся, да. Но мы о той реальной жизни, которая у нас за оградой Киево-Печерской лавры, так сказать, или за кругом нашего общения, мы не просто даже не подозреваем. Мы просто не знаем. Мы этих людей не знаем. Мы с ними не общаемся. Как бы вы ни рассказывали, что через страны проходят тысячи людей, это тоже специфическая аудитория, которая не является всем обществом, тем паче не является ни зрителями ток-шоу в основном. И последнее, что я хотел сказать, это... Мне бы хотелось, чтобы участие духовенства в общенациональных, в эфирах общенациональных телерадиоканалов, в ток-шоу или в таких программах координировалось синодальным информационно-процедельским отделом. Заставлять или запрещать я не буду. Но я всегда благодарен. И отцу Александру, когда она звонит, и другим священникам, которые звонят, спрашивают. Меня пригласили туда. Что ты думаешь? Даже если вас из региона пригласили, не бойтесь позвонить. Я запрещать не буду. Но я могу вам помочь понять контекст. Потому что звонит мне, например, отец Виктора Ващук, секретарь по городу Киеву. Говорит, тут мне звонит батюшка. Я его же не знаю. Вот его пригласили на телеканал «Надия», на ток-шоу. Но я говорю, во-первых, туда прям достает эскип, потому что это канал аборентистов с новой. То есть вы должны так понимать. По крайней мере, вы должны понимать. Но если хочет, то сидит. Это тоже безмерзкая может быть территория, но он это должен понимать. А я говорю, а какая тема? А тема, говорит, евроинтеграция. Я говорю, отец Виктор, у меня такое, ну как бы вот, убежденность просто внутренняя, да, что ему там делать нечего. Потому что для приходского священника в эфире адвентистского канала, говорите, евроинтеграции, не его, это не его. Даже если он по этому поводу что-то думает. Сломали карьеру. Да. Если его спросили, а ближай, а по крестовослижение, а по крови, так сказать, а воскресное Евангелие, да, да, не знаю, какие-то нормальные действия, Но, я к чему это все говорю? К тому, что позвоните, посоветуйтесь. Вот, например, простой пример. У нас есть, так сказать, всероссийский дьякон, не будем называть его фамилией, все ее и так знают. У нас происходят события с ФЕМ. Это единственный раз, кстати, я забыл от своего поведения, от вида почти не вспомнил. Я один раз ушел из Эфира, не сел в кресло, когда была программа о ФЕМ. Притом, я вам уже это рассказывал, мне звонят с канала за день до их выходки на стадионе Динамо, за день, приглашают на эфир по поводу ФЕМ якобы от событий на колокольне. Ну, то есть, как бы, я, в принципе, как бы собрался туда идти. Вот. А потом, на следующий день, они переворачивают Кубок Европы, сразу же ток-шоу. То есть, это, я бы, спланирована такая вещь. И, слава богу, меня не завели сразу как эксперта. А экспертов частями, так сказать, туда вводили. И я это все, начало я смотрел. Я смотрел на их эпатажное поведение, ну, на мониторчике, стоя за кулисами. В итоге я зашел, сказал, столь, все, что я по этому поводу думаю, призвал журналистов, не давать этому никакой рекламы. И чтобы даже своим присутствием это не продолжать, я ушел. И мы во всех наших СМИ давали посыл. Мы игнорируем фэм. Так? Потому что их цель попасть в новости. И поэтому мы призываем журналистов не показывать. Другого пути с этим, ну, как бы, явлением мы не видим. Вот. Мы, вот это наша позиция. Мы игнорируем их призвания. Мы свою позицию четко сформулировали. По поводу Софии мы тогда сказали. Ну, и вы вчера тоже слышали, да? Это было услышано в обществе. Мы свою позицию сказали. И тут приезжают к нам гости. И приходят. И два часа в эфире с хэмом дискутируют. Потом приходят на какой-то круглый стол, где мы участвуем, и говорят, какие животные вообще? И так далее, и тому подобное. И на самом деле не очень удачный эфир получился. А я говорю, подождите. А неужели нельзя было позвонить просто? И спросить. Если бы я поехал в Москву, даже не поехал бы, я до того, как поехать, позвонил. И спросил. Владимир Романович, я вообще не очень смотрю, да, российское телевидение, я вообще не понимаю, что там у вас происходит, да? Вот меня пригласили. Поэтому скажите, пожалуйста, какая церковная позиция здесь? Какие, какое видение проблемы? И вообще, как вы думаете, мне стоит участвовать или нет? Точно так же я к вам приеду в епархию, я спрошу у вас, что за каналы? Стоит ли мне туда идти? Вообще, а что епархия? Потому что мы одно целое. И вот в этом смысле, еще раз, я хочу сказать, что Циндалин, самословно-простительский отдел, признан для того, чтобы координировать деятельность. Мне не нужна ни запрещающая функция, ни, так сказать, меч там какой-то, обоида острых, в конце концов, все взрослые люди, да? Но, по крайней мере, я призываю, потому что мы действительно были проводили какую-то консолидированную, в том числе и информационную политику, ну, в том числе и по нашему присутствию, участию в тех или иных ток-шоу с теми или иными, так сказать, темами для разговора. Вот то, что я хотел сказать.